Разговор о сжатии графической информации начнем с определения совсем общих понятий, а то они путаются и путают окружающих. Есть алгоритмы и методы, есть форматы, есть расширения, в видео есть еще кодеки, контейнеры, а еще мы говорим о сжатии и кодировании. Когда мы говорим о компрессии, то это мы все равно говорим о сжатии, но зачем-то используем английский термин при наличии русского. Для начала расставим эти понятия по полочкам, а то с ними обычно такая каша, что надо разобраться. Итак, алгоритм сжатия — это совсем не синоним формату графического файла. Поэтому будем отличать, например, алгоритм JPEG от формата JPEG. Алгоритм JPEG может применяться в каком-нибудь другом формате, например, вы можете сохранить файл .tif, выбрав сжатие JPEG для его содержимого. Алгоритм сжатия — это набор инструкций, которые в конечное число шагов приводят к преобразованию исходного кода цифрового изображения в код меньшего объема за счет устранения избыточности. Ключевое слово здесь — избыточность. А какая она бывает, это мы будем рассматривать в каждом отдельном случае. Я говорил, что на выходе получается код меньшего объема, но существуют случаи, когда объем даже вырастает. Это значит, что алгоритм не справляется со своей задачей для данного изображения. Какой ценой достигается сжатие — это тоже отдельная тема, ей мы посвятим большую часть этого модуля. За особо выдающееся достижение в области упаковки больших картинок в маленькие файлы приходится чем-то платить. Вот и посмотрим, чем. Еще часто говорят о методах сжатия. Метод — это более общее понятие, чем алгоритм. Например, метод сжатия RLE может быть реализован различными алгоритмами, которые мы, конечно же, назовем RLE. Только в разных случаях они реализуют одну и ту же идею, содержащуюся в методе, немного по-разному, чтобы добиться наилучших результатов в тех случаях, для которых он разрабатывался. Код — это конечная последовательность битов, и, соответственно, длина кода — это количество битов в нем. Кодировать можно с разной целью. Начнем с того, что после преобразования изображения из аналоговой формы в цифровую, сама по себе запись подразумевает какое-то кодирование. Ведь нужно же как-то обозначить, в какой точке какой был цвет. Можно кодировать информацию с целью шифрования или, скажем, резервирования. Тогда она, как правило, прибавляет в объеме. Зато частичная потеря такой информации компенсируется за счет восстановления из резерва. Так работают серверные хранилища, использующие RAID-массивы. При отправке по каналам связи также используют помехоустойчивые коды, чтобы на приемнике, по возможности, можно было заметить ошибку и даже восстановить информацию. Но мы будем обсуждать кодирование с целью сжатия. Форматом файла называют структуру данных, записанных в этом файле. Собственно, файл — это просто ограниченная область памяти с определенным именем и атрибутами. А вот как внутри этой области расположены данные, этот порядок и называют форматом. Одни и те же данные можно записать очень по-разному. А еще их можно записать как есть, а можно как-нибудь упаковать. В частности, применяете самые алгоритмы сжатия. Вот здесь важно не путать. Формат и алгоритм — это разные понятия. Например, информация о файле PDF может записываться с использованием сразу нескольких алгоритмов сжатия для разных видов, содержащихся в нем данных. Для того, чтобы файлы разных форматов не путались между собой, в некоторых системах, например, в Windows, используют расширение. Это дополнительные символы к имени файла, и записываются они через точку. Это простой способ объяснить всем программам, какого формата данный файл. Если вы возьмете обычную фотографию jpg и переименуете расширение, скажем, в .exe, то Photoshop откажется ее открывать, даже не разбираясь, что там внутри. Если же сделаете наоборот, и какой-нибудь неподобающий файл переименуете в jpg, то Photoshop попытается его открыть, но удивится и выполнит ошибку. Если говорить о видео, то там путаница усугубляется. Например, есть кодеки, контейнеры, а заодно и потоки. Алгоритмы и форматы при этом никуда не деваются, так же как и расширение. Начнем с кодеков. Это слово составное из двух – кодировщик и декодировщик, или еще говорят компрессор и декомпрессор. Компрессор – это в смысле сжиматель. Это много проясняет. Оказывается, это лишь программа, реализующая алгоритм кодирования. Основная задача кодека – сформировать нужные аудио и видео потоки. Причем, эти потоки будут использоваться как в файловом, так и в потоковом видео. Это уже способ хранения передачи. От этого зависит стратегия сжатия. Теперь, когда у нас есть потоки, их нужно как-то уместить, чтобы все они вместе попали в контейнер. А контейнер нужен, чтобы записать файл для воспроизведения или передачи по сети. Собственно, контейнер и определяет структуру файла, возможные кодеки и их параметры. Состав кодеков и дополнительных данных, например, субтитров. Кодеки и контейнеры в разных случаях могут называть форматом видео. В случае с кодеками – это формат сжатия. В случае с контейнерами – это формат упаковки в файл или поток. Я бы посоветовал во избежание недоразумений по возможности избегать использования термина «формат видео» без уточнений, а по умолчанию считать форматом видео комбинацию контейнера, а также кодеков, которыми сжат эти потоки, которые содержатся в этом контейнере, и ключевые параметры сжатия хотя бы разрешения битрейта. Заметьте, применительно к видео термин «разрешение» всегда описывает количество, а не плотность точек. В быту зачастую формат ассоциируют с контейнером, даже того не понимая. Дело в том, что форматом могут называть расширение файла, те самые буквы после точки. С другой стороны, в той же Википедии мы видим, что названию контейнера, соответствующим ему расширением файлов, сопоставляется так называемый видеоформат, проще говоря, кодек. К этой путанице добавляется та, что была в изображении. Там бывают одноименные форматы алгоритма, а в видео часто бывают одноименные кодеки и контейнеры. И это уже посущественнее, потому что кодеков и контейнеров наплодили великое множество, а плееры имеют обыкновение быть чрезвычайно разборчивыми. Они могут понимать только определенные контейнеры, причем с определенными кодеками и с определенными параметрами. Например, только стандартное разрешение. Высокое разрешение не прочитают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...